Девушки отдыхают В Грузии, чтобы узнать какие тактические сюрпризы готовятся к предстоящему европейскому турниру И на Карибах, где проходят квалификационные игры Кубку Мира 2011 года Но наша первая остановка в Англии на полуфиналах Кубка Хайнекен Английский флангер Ричард Хилл хорошо известен в мире регби Но в далеком 93-м все выглядело совершенно иначе Еще студентом он начал играть в составе Сара Ценс на их умопомрачительном поле в Брамли Роуд Это было роскошное место Перед игрой, правда, приходилось выгонять с поля гуляющих собак И проводить серьезную уборку, вспоминает Ричард Хилл А после игры нельзя было замешкаться ни на минуту Иначе приходилось выстаивать огромную очередь в туалет вместе с болельщиками Но ситуация резко изменилась, как только взялся за дело новый владелец Найджел Рей Большой специалист своего дела С 97-го года Сара Ценс стали играть на Вакарейдж Роуд Но чтобы привлечь болельщиков, команде нужны были громкие имена Первыми ласточками стали такие выдающиеся игроки, как Линов и Исела Мы замирали от предвкушения игры с такими асами Для нас, молодых игроков, только-только начавших свою международную карьеру Это было чем-то из области фантастики Я мечтал научиться у них всему, чему только возможно Я смотрел за их игрой и старался запоминать все тонкости и нюансы Хилл оказался способным учеником Его дебют состоялся в составе команды Англии на турнире 15-й в 97-м В матче против шотландской команды Old Enemy, старый враг Только пройдя через 4 кубковых турнира, он был отобран в состав британских львов И их тур по Южной Африке увенчался головокражительным триумфом в 97-м А 5 лет спустя он снова входит в состав львов на сей раз для тура в Австралии Но удача барышня капризная С триумфом вышла некоторая заминка И львам пришлось несколько слить свои амбиции У нас были замечательные результаты в первой контрольной игре Взялись за вторую И все выглядело так, будто дело идет к победе Но проиграли И третью проиграли Разочарованию не было предела В то время руководство командной осуществлял сэр Клайв Уудборд Именно под его твердой десницей ковалось мастерство Хилла Его репутация виртуоза игры и апологета молниеносных комбинаций Нужно уметь держать линию Нужно уметь бороться за каждый мяч Нужно уметь зарабатывать очки Еще много чего нужно уметь Но мы живые люди И несмотря на все наши старания допускаем ошибки Но с каждой игрой, с каждым забитым мячом растет мастерство И уровень игры становится выше Единственный игрок, продержавшийся в команде Пока ею руководил Уудборд Его значимость тем более стала заметна Когда он получил травму в начале мировых кубковых игр сезона 2003 года Другого на его месте сразу бы отправили домой Нельзя сказать, что это была обычная пустячная травма Говорит Ричард Хилл Но в какой-то момент она перестала беспокоить И все вошло в привычное русло Возвращение Хилла в нормальное боевое состояние Принесло Англии победу Но в 2004 случилась новая напасть Серьезная травма колена И несмотря на крутую реабилитационную программу Встроен вернулся только в 2005 Я не мог поверить Опять та же самая связка Это ж надо так умудриться Я понимал, что восстановиться после повторной травмы Будет очень непросто Для многих игроков уход из игры довольно безболезненная вещь Но не для Хилла Он наплевал на советы врачей И снова вернулся к тренировкам Хотя по сравнению с прежними временами Тренировки уже не те Кто-то скажет, что это идеальный стиль жизни Если я не сыграю в игру хотя бы раз в неделю То мне не хватает тренировки Я больше не занимаюсь улучшением своей физической формы Как было прежде Но играть стараюсь регулярно Многие из тех, с кем он начинал уже задумываются Об уходе на покой Но только не Хилл Который в очередной раз получил звание Игрок матча в полуфинале против Оспрейс В кубке Хайнекен И доказал тем самым, что есть еще порох В пороховнице Европейский финал станет серьезным испытанием для англичан Но на данный момент они впервые в полуфиналах Обошли Манстер Болельщики Сэросенс надеются, что Одиссея Их любимого игрока продолжится Они даже договорились с ирландскими болельщиками Вместе поддерживать своего любимца Этот человек живая легенда Он остается верен своему клубу с того момента, как он первый раз туда пришел Хотя он уже выиграл Кубок Мира Его мотивация на игру остается очень высокой Несмотря на две тяжелые травмы колена Ричард Хилл наша легенда и наша гордость И похоже на то, что болельщики начали планировать свое путешествие в Кардив На финальные игры Лондонцы лидировали благодаря удачному проходу Крайнего Камеле Ратуву Который в свою очередь был обеспечен Слаженными действиями игроков задней линии Но чемпионы 2006 года тоже не лакомшиты Им удалось отыграться Удары следовали один за другим Вперва гол Ронана Огара А следом за ним Алана Квинлана Ко второй половине игры ситуация изменилась Сара Ценса удалось сгладить разрыв счете Хотя они продолжали проигрывать Но счет уже не такой разгромный 18-16 Но для Хилла все равно неприятно заканчивать игру Высшей лиги проигрышем Он за слабой никогда не гонялся Говорит капитан Манстер Поль О'Коннел Никогда не хотел быть в центре внимания Настоящий командный игрок Я бы сказал игрок в стиле Манстер Ему вторит Алан Гафни Тренер Самый выдающийся игрок из всех Кого мне приходилось видеть В течение последних 15 лет В другом полуфинале Кубка Ханекен Лондонский Айр встретился с трехкратным чемпионом Тулузой на Твикенхэме Это первое выступление английского клуба На подобном турнире и после обмена штрафными ударами Экзельс вышли вперед Благодаря блистательному проходу свингера Топси Оджо Это здорово вдохновило французскую команду Игроки развивали нечеловеческую скорость Проводя близ комбинации Центровой Ману Ауталуа пробил брешь В защите Айриши В результате Франция повела Но наступил момент И другой стороне проявить себя Нападающий Уильям Сервант Приводит счет 15 против 10 Но тучи уже сгущались Над лондонским Айриш Мастерство и опыт дорогого стоят Несмотря на все усилия Французы удержали лидерство Вот он гибкий французский стиль игры Команды Жанна Пьера Элисальда Восьмикратные полуфиналисты И пятикратные финалисты Европейского кубка Юниорский мировой трофей Завершился на прошлой неделе Восемь команд собрались в Чили Ямайка старалась изо всех сил И им удалось добыть утешительные очки В игре с корейской командой Мечты команды Чили о победе у себя дома осуществились Им удалось выиграть у Румынии 14-3 На глазах у пяти тысяч страстных фанатов В результате они возглавили группу А В финале Южная Африка обыграла Грузию Со счетом 20-16 И стала первой в группе Б Этот выдающийся матч нам предстоит увидеть В журнале Total Rugby На следующей неделе После трех раундов в турнире Супер-14 Борьба за плей-офф дошла до своего апогея В Канбери Брамбис старались выиграть во что бы то ни стало Ему очень хотелось попасть в полуфинал Но два гола на последние пяти минутки от Йорла Роуза Дали преимущество Львам Довольствующимся до этого момента Одной из последних строчек турнирной таблицы Но проход Марго Джерарда Несколько поправил ситуацию Усилия Кристиана Лилифана Не прошли даром Команда повела в счете таким образом Австралийцы перепрыгивали Блюзов И заняли седьмую позицию Фаратас в этом сезоне просто непобедимый У них подряд пять побед И последняя с огромным разрывом 25-10 над командой Шаркс в Сиднее Бешеные атаки хозяев совершенно обескуражили Южноафриканцев и прошлогодние финалисты Снова с успехом остались вторыми Варатас идут вторыми А Акулы прекрасно знают Что проигрыш возглавляющим таблицу Крусайдерс Опустит их как минимум на пятую позицию Впервые в этом сезоне На прошлой неделе мы уже побывали в Грузинской Республике На матче группы А между Лелос и Испанией В рамках национального европейского кубка Грузия превзошла все ожидания на Кубке мира прошлого года Одержав победу над Намибией И продемонстрировав великолепную игру в матчах против Аргентины и Ирландии В этом году в команде новый тренер И его целью является желание закрепить и умножить достигнутые результаты Команда действительно показывает отличные результаты Говорит Тим Лейн И на Кубке мира выступали очень достойно Очень сильные форварды А вот Бекком прежде не уделялось должного внимания Хотя есть в команде очень достойные думающие игроки Они порой немного излишне экспансивны Но у них безусловно большой потенциал Замечательная экспрессивная игра Грузии Позволила ей одержать победу над Россией В самом сердце сибирских снегов И почувствовать себя настоящими чемпионами Но им хотелось взять самую высокую ноту своего успеха у себя на родине Перед толпой родных болельщиков Что безусловно придало бы их игре дополнительную изюминку Завтрашняя игра очень важна для Грузии Говорит Тарати Урушадзе Поскольку в течение последних двух лет мы проигрывали только испанцам Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть И доказать тем самым, что мы сильнее испанцев Испания не прошла квалификационный отбор на Кубок мира Весь этот сезон сопровождался бесконечными травмами Победа бы испанской команде не помешала У нее появился бы шанс догнать Португалию и Румынию Грузины уже выиграли турнир, говорит тренер сборной Испании Но им хочется насладиться победой в полной мере у себя дома На глазах у восхищенных зрителей Непредсказуемая английская погода Провоцирует интересные перевороты в турнирной таблице На старте САЭС Мини-фокс, оплыв! Ну прямо пиатлон какой-то в домик Тонпарк И ТСС завтра ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Береги голос, пригодится на Евро! Время бежит и молодость уходит вместе с ним Мясо с гарниром от Бизнес Меню делает обед по-настоящему основательным А вот и мясо Бизнес Меню, марка номер один в России Попробуйте новинку рис с мясом Бизнес Меню Панта, вынивайся! Панта, вынивайся! Чемпионат по футболиванию цен в Эльдорадо Чем больше купите, тем крупнее счет скидкам Прогрессивные скидки до 60% Цифровой фотоаппарат кодок за 2699 рублей И купон на скидку 20% Эльдорадо Скидки что надо! Везде, где есть Мегафон, теперь есть доступ в интернет Даже в роуминге USB-устройство, сим-карта и специальный тариф, включающий интернет-трафик на полгода Это Мегафон Модем Стоимость комплекта от 2,5 тысяч рублей с НДС Мегафон Все они западают на крутых парней Подойди к ней и скажи Привет, киска Взгляд хищника Не давай ей спуску Ты же мачо Это Цветок А я Сергей Спрайт Забей на жажду Живи по своим правилам Элегантный удар Пройдена тих Цель Патинг-Крин Профи знают, как с достоинством пройти лунку Его величество, импозантный гольф На Семь ТВ Европейская неделя гольфа, вторник, 19-20 Грузия, Испания Первый матч на грузинском стадионе За всю историю существования Кубка мира по регби И усилия, чтобы все было на должном уровне Были приложены просто неимоверные Кроме этого, имеем в виду присутствие 15 тысяч болельщиков Которые готовы до хрипоты поддерживать родную команду Даже президент Европейского союза регби Жан-Клод Баке пожелал им удачи Испания решила удивить всех с самого начала игры Не прошло и шести минут, как первая атака испанцев огорчила оборону Грузии Грузины пытались проводить обманные комбинации Но это не принесло желаемого результата Гости не хотели отступать от задуманного И после 24 минут матча их лидерство составляло 17-0 Но Лелас не собирались сдаваться И после двух успешных комбинаций им удалось сократить разы в счете 17-12 Вторая часть встречи была очень жесткой Грузины применили свою знаменитую силовую игру И дивиденды не замедлили последовать Перевес оказался на стороне хозяев Итальянский рефери даже добавил 11 минут Не побоявшись рева разгневных болельщиков Но и эти 11 минут благополучно истекли И всем стало ясно, что Грузия празднует свой новый этап развития национального Регби Волнительный момент для одного очень важного болельщика Это была очень напряженная игра Говорит Лада Горгинидзе, премьер-министр Грузии Первые 10 минут буквально поверли болельщиков в шок Но теперь уже все позади и побеждает сильнейший И для нас это огромный шаг вперед И очень важный момент для истории грузинского регби Долгая ночь триумфа выплеснулась на улице Тбилиси На прошлой неделе на Каймановых островах начались официальные отборочные игры на Кубок Мира 2011 В Карибском чемпионате принимало участие 8 национальных команд Местным лидерам по праву считалась команда Тринидада и Табага Успешно прошедшая следующий раунд отбора Но соперники у нее были очень достойны Гаяна и Мексика Несмотря на то, что они участвуют в подобного уровня турнирах впервые В течение недели были проведены три раунда матчей на Гранд Каймане В которых безусловно превалировали хозяева Это великолепная реклама для маленьких народностей Говорит Ричард Грис Адамс Ведь нас всего 50 тысяч человек А у нас есть возможность принять участие в открытых матчах Кубка Мира Окунуться в волшебный мир регби Праздник, погода, игры могут стать очень привлекательными для телевидения В полуфиналах Тринидад и Табага подтвердил свой статус Одержав разгромную победу над Барбадосом И обеспечил себе выход в финал ТНТ лучше всех Их оппонентами станет Гаяна Гордящаяся своими игроками и участниками западной индийской семерки Среди них Теодор Хенри Который уверяет, что силам хватит не на одну победу Это неповторимый карибский стиль Большинство команд на карибах играют подобным образом Мы в основном полагаемся на силу и скорость Слово Теодор Хенри На силу и скорость наших ног И кроме этого мы очень уверены друг в друге И знаем, что ребята на задней линии никогда не подведут Все 8 команд встретятся снова в последний день И после двух напряженных раундов соревнований Они с благодарностью окунаются в теплую воду кайманов Которая врачует их ушибы и растяжения Тони Спредбери тоже набирается сил после финала Уберите это с моего лица Это был его последний международный финал Он переходит на новый пост в союз регби футбола Не трогайте мою шпину Замечательно окончить свою международную карьеру здесь на Карибах Это большая честь для рефери открывать игры И очень важно провести финал Последний матч я провел почти за 2 часа Спредбери может действительно расслабиться перед своей лебединой песней Чего не скажешь об игроках Гаяна знает, что нужно сделать даже невозможное, чтобы переиграть Тринидад и Табага Они очень хорошо начали Игроки Тринидада и Табага более мощные и энергичные, чем у Гаяны И они выходят фавориты к середине матча Но когда мяч оказывается у Гаяны, жди тревоги в защите Тринидада Тринидад продолжает доминировать Но капитан Адам Фредерик не желает успокаиваться до достигнутого Он заносит свой третий мяч Все, судьба победы определена Они хорошо потрудились, говорит капитан Тринидад и Табага Адам Фредерик Они много тренировались как клуб, а мы много тренировались как команда И это ключевой момент, играть как единая команда, исследовать единому плану В игре с Гаяной нужно было показать максимальную скорость И мы готовились к жесткой силовой игре, к молниеносным комбинациям Гаяна, несмотря на проигрыш, держалась с достоинством и с хорошим музыкальным слухом Я зарабатываю на жизнь, играя в регби, играя в регби, играя в регби Опасно и жестко Тринидаду предстоит встреча с победителем группы Б Южной Америкой И это будет следующий отборочный раунд Кубка Мира Город Альбукерк расположился глубоко на юге Соединенных Штатов Основанный испанцами еще в 1706 году, он находится в центре пустыни Нью-Мексико Тогда вряд ли могли представить, что это место станет рассадником регби На прошлой неделе город был наводнен молодыми людьми со всех штатов Приехавших для участия в плей-офф серии для команд колледжей Этот турнир известен под названием «Суит-16» «Сладкий-16» Присоединимся к университету Сан-Диего Команде номер один от Южной Калифорнии Ее тренирует Дэн Пейн, недавно работавший с известными зарубежными клубами Это ваша игра, парни! Нет ничего, что вам не под силу! Давайте вперед, но не забывайте про защиту! Играйте свою привычную игру! Все получится! Девушки в первую очередь Девушки в первую очередь, давайте начнем! Играйте, давай! Первым соперником была команда номер один от Южной конференции Которая пробилась во второй дивизион плей-офф, имея лучший результат Мы из университета Арканзаса, говорит Кэрт Хакаби Тот, что в Йонсборо Мы находимся недалеко, в 70 милях от Мемфиса Мы начали культивировать регби 10 лет назад И 40 человек состава, 23 представляют другие штаты Для нас была хорошая жеребьевка Справившись с Чикаго и Техасом, мы пробрались, наконец, в первую дивизион Турнир проходит по обычной схеме на выбывании Две игры за два дня определяют участников большой финальной четверки Матчи проходят в отчаянной борьбе Дэн Пейн еще недавно с одноклубниками из Игл спорил за Кубок Мира Но студенческий спорт процветает по-своему Эй, Джо, придерживайся игровой установки Арканзас навязывал свою игру Его форварды были по здоровьисти Но игроки Сан-Диего, называемые Ацтеками Все же повели 32-15 за счет нескольких быстрых атак от защитной линии Настало время для подготовки к следующей игре против прошлогоднего финалиста университета Брэкхэм Янг Нужно успокоить ломоту в мышцах с помощью ледяных ванн Чуть позже ты почувствуешь облегчение, но сейчас терпи, ты же мужчина Для многих американцев студенческая регби становится одним из главных факторов при выборе университета Теперь, когда регби завоевало популярность и стало весьма значимым явлением Многие абитуриенты, выбирая колледжи или университет, смотрят, где лучше, говорит Дэн Пейн Перспективнее заниматься регби Условия занятия становятся едва ли не решающими при принятии решений, куда идти Капитан Сан-Диего Джо Фонтона Четыре года назад мы встречались с университетом Аризоны в очень принципиальной игре И нас поддерживали примерно 600 человек на трибунах В такой отличной атмосфере играть одно наслаждение Решающие игры студенческой лиги вживую транслирует телевидение Сан-Диего Команда Юти очередной противник Сан-Диего в плей-офф Первые 40 минут были проверкой на прочность защиты Сан-Диего Юти помогал сильный попутный ветер И... 20-0 к перерыву в ее пользу Держите игровой задор, выше голову Мы должны контролировать мяч Победитель матча резервировал место в финале на следующий уикенд в Стэнфорде Во второй половине ветер помогал уже Сан-Диего Крайний нападающий Алекс Росс подарил шанс на шокирующую победу ацтеков Которая сначала казалась невозможной Но несмотря на территориальное преимущество Сан-Диего так и не смог одолеть более искушенных оппонентов Обе команды в концовке игры реализовали свои попытки Но Брихем Янг заслужил победу 37-14 И вновь пробился в финал, который вероятно станет повторением прошлогоднего Горе для ацтеков, окончание турнира для их колледжа Эмоции были бурными Но будущее университетского регби выглядит оптимистично Я никогда не был членом большой семьи, как здесь Я играл в футбол в школе и думал, что это самый лучший спорт Но теперь я знаю свое истинное предназначение в спорте Вы для меня, ребята, главное в жизни Простите за то, что мы не смогли попасть в финал Но сделано для этого было все возможное Мы не трясли впустую своими задницами Мы сделали все, что могли Я горжусь вами Теперь мы знаем свои ошибки С этим составом мы много достигнем Мы сможем прибавить в игре Главное, что вы выиграли не только мышцами, а еще и сердцем Именно это делает команду непобедимой А мы продолжим наше мировое путешествие На следующей неделе посещением египетской Александрии Сегодняшним же вашим гидом был Андрей Кондрашов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова